Итальянские власти уже не пытаются обуздать эпидемию. Они хотят замедлить ее темп. Именно поэтому накануне вечером было принято решение закрыть все заведения, включая кафе и рестораны, оставив открытыми только продуктовые магазины и аптеки. В настоящий момент на Пенинах зарегистрированы почти 12,5 тысяч заболевших. Из них больше тысячи находятся в реанимации. Мы останавливаем страну и всю ее экономику. Открыты будут только продуктовые магазины и аптеки. Не стоит устраивать панику в супермаркетах. Они будут работать. В больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Их накануне пообещал отправить в Китай, где эпидемия, судя по цифрам, пошла на спад. Руководство ВОЗ, в свою очередь, сообщило, что мир столкнулся с пандемией коронавируса, и все страны обязаны принять соответствующие уровню кризиса меры. Мы постоянно это повторяем. Скажу и на этот раз, чтобы все услышали. Все страны, абсолютно все мировое сообщество должно изменить свои привычки в нынешний период. В Великобритании в настоящий момент зарегистрированы чуть больше 450 случаев заболевания коронавирусом, но правительство уже пересматривает бюджет, отпущенный на здравоохранение, подчеркивая, что речь идет о дополнительных миллиардах фунтов стерлингов. Мы будем финансировать исследования для поиска вакцины, мы будем нанимать средний медперсонал, мы будем поддерживать врачей и не имеет значения, потребуются ли на это миллионы или миллиарды, мы готовы пойти на эти траты. В ЕС после Италии наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции. На работу призываются медики-резервисты. В настоящий момент в стране имеется 5000 коек в реанимации и свыше 7000 в палатах интенсивной терапии. Правительство намерено увеличить их количество в течение ближайших дней. Запрещены визиты в дома престарелых, поскольку пожилые люди находятся в группе риска. Украинские власти тем временем решили закрыть все учебные заведения, а в течение ночи стало известно, что Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает с пятницы въезд в страну иностранных граждан, находившихся в государствах ЕС в течение 14 дней до их прибытия в США.